на из-за аду на аду на я как обещал после раз я буду достаточно пунктуален в этом в этом деле как уже говорили я хочу сделать цикл проповедей на на тему что интересно в именах и сделать что интересно в именах будет вторая часть действительно что мы интересного изучили прошлый шаббат что было интересно вообще как бы сделано в прошлый шаббат мы много что изучить кто из нас вообще получил себя некое откровение относительно имен божьих я для знаете вот когда ты изучаешь и каждый раз когда ты изучаешь тору какие-то аспекты божьего естества его многогранности открывается еще красивее красивее красота и шуа да такая внутренняя не внешняя бог он открывающийся для человека в прошлый раз мы говорили о его имени и его божьего самовыражения в этих в этих именах потому что до бараши до вот бытия мы еще не знали как его зовут а еще нас не было и мы научились и в то что его имя означает быть самовыраженным существовать до для того чтобы быть с человеком то есть быть и с человека и благоволение к человеку мы могли немного понять что бог начале творения был всего видимого да был как бог элохим то что он сервисе всемогущий творящий бог далее мы узнали что бог он многогранен и человек его любив и и начиная откроет начиная открывать себя с именем его его вода я вы этот непровозносимое еврейское имя бога но в этом имени мы нашли удивительно его отождествование с этим и голова я буду кем я буду в то время когда тебе нужно чтобы я был тем к я буду да я я хочу чтобы понимали что бог он самодостаточный он не нуждается в человеческой служение человеческом да ему они нужны он не жаль в человеке для того чтобы существовать как как найти вот для того чтобы жить он не питается человеческими словами чтением торы молитвами у его пища его пища взаимоотношения его пища это иметь отношение с тобой и со мной поэтому мы понимаем что самодостаточный при этом он желает взаимоотношений он постоянен и нет ни в никаких перемен он не человек чтобы меняться да он не существует чтобы менять свои мнения он постоянно во всем он присутствует дам в данный момент в том месте где мы находимся лично он для нас он бог который имеет и хочет иметь взаимоотношения лично со мной мы понимаем что он бог который не прерывается или же не изменяет своих обещаний он постоянен он вчера сегодня и во веки тот он не похож на нас хотя мы имеем его от облик да он сотворил нас по образу подобию своему но он не похож на нас понимать о чем я говорю да и он на самом деле полон сюрпризов он всегда делая то что он считает лучше для нас этот сюрприз который подай подаваем им бога он всегда некая часть той тайны где мы ищем его это должно нас влекти чтобы понять кто такой сегодня хочу поговорить об имени которое выражалось и мы до этого говорили его имя как адонай подчинение господство да при том что он и и егова всемогущий мы с вами как слуги которые о которых он заботится чтобы вот царство расширялось но сегодня интересное место писания которое хочу чтобы мы с вами поговорили как мы как я в прошлый раз говорил так и сейчас что при переводе этого имени недостаточно именно раскрыто это имя очень просто очень просто мы его мы мы знаем что оно означает но мы его не используем одно это и и из имен это либо мог говорят иногда адонай неси или егова неси да и что то значит господь знамя мое господь знамя мое это интересное место потому что значит мы первый раз начинаем видим это место во время исхода 17 глава 13 и 16 стих не сложил иисус нами до амалика и народ его и острием меча и сказал господь моисею напишись я для памяти в книгу внуши иисусу что я совершенно совершенно изглажу память амалика из под небесной но не из китайской под небесной понятно и устроил моисе и жертвы не господу и нарек ему имя егова неси он сказал рука на престоле господа брань у господа против амалика из рода в род и вы сказали а где здесь а вот обозначение егова неси именно господь знамя мое и опять же его очень сложно вообще определить расцифровать и он умеет намного глубже им имя и я зачитаю это взад тоже из современного перевода на русский язык я не буду все перечитывать потому что там говорится опиши эту эту это сражение напиши всем книгу чтобы люди понимали а случившееся здесь обязательно скажи иисусу что я смету амалика тянь с лица земли вот скажи обязательно я это сделаю да но там дальше тогда моисей соорудил алтарис назвал его господь знамя мое это какое местописание это исход 17 глава с 13 по 16 стих ибо сказала рука на престоле господа брань у господа против амалика из рода в род и опять же хотя он называет что это вот как бы господь на знамя мое да но он вот он руки на престоле господа то есть опять же как-то странное такое выражение у край украинский язык да будем говорить так уже изучаем более так глубже из буду вам может мой сей жертвенника из назвал имя ему йогова низи и показав им по рука на господними прапоры господня вина за малыком уроды тару вроде то есть другими словами он говорит вот здесь уже проявляется что рука господни на его знамени когда мы говорим об этом имени нам как бы так сразу вспоминается взятие рейхстага сорок пятом году быстро с такими рывками с этим флагом его погружая возгружает над рейхстагом верху да и эти моменты для нас как бы вот ассоциируется что такое божье знамя что-то за такое выражение которое нас нас учит писание как бы некий флаг как будто человек должен сделать флаг богу какой-то или же какой-то начать портрет полка какого-то да там нет здесь ситуация намного глубже и знаете когда я смотрю иногда на шествие которые делают православные люди как будто вот они несут некие некое знамя до плюс еще эти и картинки перед собой это ощущение как будто они что-то больше знаю да но в сущности не это имелось ввиду сделать знамя подними знамя господа и над тобой это знамя бога это касается намного глубже это касается внутреннего положения состояния переживания то человека который стремится иметь от победу в боге поэтому когда мы хотим заявить более выгодную позицию только так вот только кто-то играл в зорнице ну а сейчас это называется что у нас квесты да вот другое имя назвали квесты да 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 найти но раз были зорнице и когда одна команда против другой нужно было здесь вода мы пытались занять более выгодные позиции более высокие позиции того откуда можно увидеть откуда можно атаковать откуда можно фактически взять наступление мы выражаем свою еще не достигнувшую позицию то есть победу мы кричали да что мы кричали тогда когда мы атаковали там чтобы взять эту вот позицию мы еще не взяли ее мы еще не определились что мы победили но внутри нас есть такое состояние что мы если сейчас встанем пойдем атакуем мы начинаем кричать бежать и потому что мы еще не получили но мы уже как будто ее взяли мы кричали шо ура на ноги за родину там так далее а представьте себе что-то созвучно со словом я и голова и побежали вот что вы поняли о чем я хочу сказать некое состояние человека который бог ему дает понимание что есть вера на победу это действие поэтому моисей называет и и голова или адонай он моё знамя некое состояние которое я хочу подрузить с победой это переживание это чувство в данном эпизоде моисей переживая о сражении если помните получает победу моисей получил эту победу и делает заявление о том что победу дир дал ему ли одержал господь не он а в победу держал господь по этой причине это в слово и голова неси означает победоносное знамя знамя победы окончательной перехода исходы уже чуть чуть выше читаю 8 8 по 16 17 глас 8 по 16 и пришли амаликами амаликами и воевали с израильтянами в рифидиме моисей может сказал из иисусу на вину выбери на мужей пойди сразиться маленько амаликами завтра я стану на вершине холма и жезл божий будь руки моей сделал иисус как сказал ему моисей пошел сразиться с амаликами и мы а моисей и арон и ор а взошли на верхушку холма когда моисей поднимал руки свои одолевал израиль когда опускал свои руки одолевал амалик другими словами это имя дьявого или адона неси имеет смысл победы мы не используем это имя мы не будем бог мой под моя победа мы мы как это мы только можем переживать это состояние переживаемое но также имеющие твердую уверенность и веру о том что произойдет и что я имею ввиду как мы видим чтобы это это состоя победы чем-то торжествующее состояние над соперником и важно подчеркнуть что адонай сражался за израиль амаше ходатайствовал перед всевышним то есть другими словами бог делает шаги к победе на и победа над врагом но не без участия человека не не было там давайте мы еще сделаем пикничок здесь муж этом арон это и мой братишка это орда садитесь мы это посмотрим как они будут воевать и посмотрим что бог будет делать не абсолютно нет без участия человека бог не делает победы в этом случае исполняется вот в этом случае исполнилось слово пророческое слово которое говорилось об амалекитянах есть многие народы которые исчезли из обетованной земли земли будем говорить вот где иордана из той другой стороны от самых верхних источников до низа все-таки эти народы исчезли но народ божий избранный народ бог бог как называют это мой избранный народ евреи до сих пор они живы несмотря на то что были и преследования попытки истребления мы все равно говорим слова которые все повторяю хай израиль хай жив газ израиль жив потому что бог обещал что он уничтожит другие народы а народ свой он будет избавлять потому что это провозглашение машин бог бог мой это моя победа это мой мой флаг или как бы могу это мое знамя и здесь говорится ереме 31 тыс 35 по 36 стих так говорит господь который отдал солнце для освещения днем уставы луне и звездам для освещения ночи которые возмущают море так что и волны его ревут господь совов имя ему если сие уставы перестанут действовать передо мною говорит господь то и племя израилева перестанет быть народом предо мною навсегда но мы не видим такового бог обещает что он будет своим народом бог знамя мое не является пассивным событием ли выражением которое было в прошлом это над победой амаликов но это активное божье состояние на сегодняшний для каждого верующего человека через все писание мы видим что бог сражается за свой народ во все время мы можем писать и смотреть писание бога я с тобой я буду создаться за тебя ты мой возлюбленный я защищу буду защищать и обе буду оберегать тебя даже сайга что праведник он убежит в крепость до безопасное место будет спасен бог хочет заботиться о своем народе мы сражаемся свое выздоровление сегодня себе духовное состояние народа мы заботимся о том чтобы хотим выжить среди экономических потрясений какие-то привычки у людей есть бог хочет нам дать победу и в этом мы ищем себе работу до бог хочет чтобы мы имели победу и во-первых физическую духовную послание эфессианам 612 говорит мы все знаем это место писания потому что наша брони против крови плоти но против начальств против властей против мироправителей тьмы века сего против духов злобы поднебесной мы понимаем что наша брань она существует и нам нужно уразуметь что значит и голова миссии это не просто флажок которую поднимаем или мы танцуем и там сказать что о господь моё знамя но наоборот это глубокое состояние победоносного обещания бога быть с нами но не не но не без вас его участие вы должны участвовать в этом мы должны понять что наша наша часть там должна быть всегда если ты сможешь поверить поверить вложить свое состояние духа в том что бог он сражается за твою твою жизнь он рядом с тобой поддержать тебя в этих обстоятельств которые у нас есть тогда мы понимаем что бог он есть бог обетования бог не не меняющийся в своих обещаниях и своих сражениях всегда будет на твоей стороне есть твоя часть есть его твоя победа только в нем победоносное знамя которое он устанавливает дает твои руки и как мы уже говорили что имена бога являются его сущностью по отношению к человеку в данный момент этого выражения мы хотим понять что бог обещает духовный мир в то же время который нас окружает и мир скоби был это физический мир в этом мире мы нуждаемся в поддержке мы нуждаемся в слове который бог оставит человеку и это имя его ваниси она убеждает нас том что мы будем иметь эту победу надежда не посрамляет от иоанна 16 30 стих сие сказал я вам чтобы вы имели во мне мир в мире будете иметь скорбь сражаться но мужайтесь и тут еще год я победил мир он использует это слово я знамя я победил мир тут еще говорит о том что он является и кого не си он менять твоим знаменем да и римлянам 837 но все себе преодолев силу его возлюбившего нас все это мы преодолеем тут мы победим потому что он возлюбил нас когда мы сами живущие в этом мире вот скороспешном мире мы привыкаем к тому что у нас самые лучшие телефоны самая лучшая связь 3g 5g помните мы говорили о том что мы привыкли к микроволновка до быстро питания к фэсфудом это мы говорим так макдональдс драйв-тру да мы не хотим ждать сидеть его или стоять в очереди мы подъехали заказали 33 минуты если там не сильно большая очередь вы уже в на выезде имеете свой пирожок или что вы там заказали мы нас мир подтягивает как раз к такому состоянию где мы хотим сейчас сегодня и быстро почему я говорю об этом мы хотим чтобы бог работал как микроволновка или как приехал взял и уехал все получилось сразу сейчас но мы одну вещь забываем что моисей он был на горе то есть на возвышенности до захода солнца это не было двадцати минут на тридцатиминутной битвы там столкнули по кромсали чуть-чуть да и разошли все победил израиль они там сражались другими словами каждый из нас в искушении того если бог не ответил мне сейчас то сдаться мы в искушении того что когда мы просим бога и нет ответа мы хотим сдаться здесь мы видим несколько вещей который происходит с моисеем он поднимает руки побеждает кто израиль опускает руки побеждает амалек причина того устали кто из нас не устает от служения кто из нас живет о мире не устал тоже происходит у нас нами с семьями нашими работами обстоятельствами с коронавируса мы уже устали от всего и у нас автоматически по опускаются руки давайте посмотрим что моисей предпринимает но я запчитаю сначала 5 главу исаи 26 стих и поднимая подни и поднимет знамя народом дальним и даст знак живущим на краю земли и вот он легко и скоро придет другими словами господь дает нам знамя и понимаем что бог дает спасение вешула то не большущие великолепное знамение его спасение но при этом он дает и облегчение смотрите что происходит с моисеем моисей имеет откровение что победа будет от бога иначе бы он не поднялся наверх и нельзя собой посох потому что только с посохом чем-то тем что он проходил от бога давать вам возьми этот посох и этот посох был господин до этим же посохом он и разделил море поднимем посох и разделилась море не что то что давало ему надежду что победа все-таки будет от бога он снарядил народ для битвы мы читали что пойди собери народ для битвы он снарядил его следующими он пошел на возвышенность увидеть ситуацию выше видение которое иметь мы должны быть выше и молитвенная брань то есть он включился не просто стоя посмотреть а включился в молитвенную ходатайство потому что иначе невозможно вот в этой борьбе выжить и то же самое он уставал как и мы но не не сдавался лучше он искал выход устал что делать так арон я не за тебя взял с собой ор она давайте поддержите мне на пиздец он еще взял камень посел и начал ищите выход из положения когда вы устаете но не сдавайтесь я не стану разбирать эти все позиции которые я зачитал сегодня вам но хочу сказать что даже наш патриарх яков всю ночь на пиздец он не отпускал бога он хотел благословения и не отпускал другими словами забудьте состояние быстрого питания быстрого ответа нам необходимо понимание что бог он будет с нами но и от нас требуется вовлечение в это действие наше отношение к ситуации не должны быть похожи на микроволновку не должны или макдональдс мы должны наоборот себя направить то что это наша битва это мы сражаемся из на нашей стороне господь матфея 10 22 и будете ненавидимы всеми за имя мое претерпевший же до конца спасется но победит да я думаю что когда ты прибегаешь при всех изо всех сил ты бежишь и побеждаешь да то теперь пересек эту линию тогда ты победил и это очень важно понимать как понять все это то что я говорю я хочу закончить простыми вещами я знаю что его вниз и он будет сражаться за меня тогда когда мой адонай помните говорю я подчиняюсь господу мой господин и владыка которому я служу мое поклонение и доверяю ему господь пастырь мой он покоит меня злачных пажетях и он водит меня к водам тихим а потом что на последние строки помните да он уготовил что пир до в на виду там слово там используя такой момент что и он устраивает пир то есть победу такую в перед моими врагами на виду то есть перед ними и я думаю это же классно ты победил бог а теперь пинс 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 кушай и твои враги смотрят на свое поражение думать что произошло кто-то сделал и знаете мне нравится место писания песни песней 2 глава 4 стих он вел меня в дом пира бог ввел тебя в дом пира ты ни в чем не будешь нуждаться бог будет с тобой во все эти времена он будет с тобой даже самый может быть не непонятной ситуации он ввел тебя в дом пира и знамя его надо мной что любовь победа ибо так возлюбил бог мир что он отдал сына своего из народа вы каждый всякий кто верю имел жизнь вечную это есть победа чтобы победить именно в вере что он меня не оставит и не забудет и если даже мне придется пройти долина смертной тени не убоюсь я зла потому что он со мной он моя победа он моя моя часть без моего участия невозможно эта победа желание моё сердце чтобы показать себе в первую очередь что мой бог бог отцов наших он не бог прошлого а бог настоящего и будущего он не был только богом в те времена когда были патриархи он тогда был богом неси не только тогда когда были во время апостола да когда были чудеса и знамения он бог сегодня и во веки тот же он сегодня с нами он то кто простил мои грехи вот только покрыл меня своей любовью а кто-то дал мне победу и дает торжествовать с ней потому что иса 11 10 говорит и будет тот день корню и сию который станет как знамя для народов обратятся ежичники и по и покой его будет слава он год я хочу чтобы вы упас поколись боже слава будет здесь и это наша участь исаи 11 12 и поднимется знамя язычникам и соберете изгнанников израиля рассеянных иудеев созовет из четырёх концов земли мы видим здесь единство здесь движение вперед и поэтому и голова нисси моё знамя он она имеет не только победу над моими врагами а то состояние где торжествую с богом где я уверен в нем что уме никогда не оставит и даст мне торжествовать вместе с ними и мы каждый раз говорим кума адонай да восстань господь и рассеются враги твои это записано в числах 10 глава 35 стих когда поднимался ковчег путь когда поднимался в путь тогда моисей кричал воскричал громко восстань господи и рассеются враги твои побегут от лица твоего ненавидящие тебя а а если мы часть его народа мы первосвященники и священники богу да по по определению мы избранный народ искупленный тогда когда мы поднимаемся и внутри нас его слово тогда мы начинаем двигаться вперед и сейчас я хочу чтобы мы не только встали наши ноги помолись за наши нужды но также и попросили всевышнего о том чтобы он для нас открылся этим именем именем егова ниси мы никогда его не превозносим не при износим не исповедуем но наверное стоит говорить об этом даже на еврите даже на русском языке господь мое знамя господь он победитель кума адунай восстань господь и рассеются мои враги пускай сейчас вот эта молитва которая у нас есть она даст нам возможность не только изучать имена господне а вникать что господь хочет в каждом этом имени сделать для меня я хочу чтобы вы понимали моисей увидел проблему пришли воевать против израиля и он знал что победа будет только от бога он знал это иначе бы не пошел на 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 гору но он сказал возьми народ выбери этот народ иди сразись а я не буду ты будешь воевать и я тоже и физически ты а я духовно я поднимусь наверх откуда будет лучше видно я буду иметь под тех кто будет со мной рядом если я даже устану они поддержат меня поэтому молитесь друг за друга чтобы что исцелиться по это писание призывает молитве поддержать друг друга не оставлять беде быть поддержкой и даже если тебя нету то реально и те кто возле тебя устали поставить камень под заднюю точку да если ты уже сильно устал вспомни одно явное слово камень краеугольный который бы отвергнут строительными стал главой угла понимать о чем говорю он становится краеугольный камень где ты стоишь сидишь возлежал голову пола какая разница но ты имеешься те кто будет тебя поддерживать и тогда он четко ты будешь понимать что он стал папе твоя победа и ты часть этой победы и может покойно сказать господь моё покрывало то есть моё знамя это моя победа а то любовь его ко мне амэн боже я благодарен тебе я благодарю тебя за твое имя ты не ты тот тот являюсь чувство где можем покорять те трудности которые мы проходим мы с криком с восклицанием можем сказать господь знамя моё в нем моя победа моя надежда мое упование и что сделает мне человек если со мной бог что сделать враг который поднялся против меня если бог со мной я участник твоего сражения ты борешься ты побороюсь за нас а мыть участники твоего сражения поднимая к тебе наши руки нашу надежду наше упование наших ситуациях это здоровье как мы сможем за олю позже ты ее знамя ты ее надежда ты ее исцеление ты ее победа также другие которые сегодня не находится этом месте по по причине здоровья я прошу господь надежда на тебя ты победа чтобы можно сказать было сказать и кого миссий господь знамя моё когда я под этим знаменем я чувствую его заботу любовь благодарность вообще как бы это все я благодарю господа за то что он делает во мне и производит это на каждом из нас пускай бог авраама и цаха якова благословит вас сохранит вас приблизить себе улыбнется к вам да свой мир успокоит и скажет не бойся я с тобой я с тобой при твоем ходе и выходе я с тобой куда бы ты не пошел я с тобой я бог который рядом я не меняюсь я не похож на тебя но ты мой сын и ты моя дочь я буду делать тебе работу мою возлюби господа бога твоего всем сердцем своим всем разумением и все своей крепости это заповедь боже мой благодарны за и шума скалы бог израиля бог израиля победа моя и за это тебя буду слави бог израиля моя скала бог израиля моя скала бог израиля господи 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 Свет для меня, и за этот Тебя буду славен. Ты извлек меня из клуба Харманова, и поставил меня на ко мне Твоё Слово, Господь. Свет для меня, и за этот Тебя буду славен. Свет для меня, и за этот Тебя буду славен.